Выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Таск Таск Осталось 10 секунд Приготовьтесь к битве 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 Битва начинается Приготовьтесь к битве 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 Ну и собственно Нолан чувствует очень хорошо И там Ну единицы Когда уходят от него на 20 хп В основном ему хватает Вот прям тютелька в тютельку Если соперник ошибается Ну и собственно ДК как раз таки Довольно уязвима Еще и кидает сейчас В стене молнии Поэтому не заряжает стик ДК даже Несмотря на то Что у него есть драгонблат Традает Довольно таки сильно Больно больно Ну вот этот обновленный драгонайт Конечно чувствует себя Немножечко получше В соло Без поддержки своих суппортов В счет того что у него драгонблат Действительно еще дает огромный реген И на первом Прокачке пока мы видим Уже более-менее хватает Стики все-таки 10 штук имеется Ну и в принципе Пока с Девцом-то они держатся Довольно ровно То есть разница всего лишь Три крепочка То есть никто не выигрывает Линию Полный порядок Единственное что возможно Ну Ван станет немножечко Пополезнее прямо сейчас Потому что у него уже есть левол 6 И сможет Своей команде помочь Чечен в смоках Вместе с Бейном выходит Скорее всего под пуш Легкие будут линии Вот большой минус Наверное самый большой минус Пика Веге Это в том что Вышки им бить вообще нечем Эмбер Спирит и Зевс Никакие в этом плане Тускар и Вич Доктор тоже Ну только Фурион Может более-менее как-то пеньками И то скорее потанковать Под тавром Чем бить Потому что пеньки дамажат Ну не так уж сильно Смотри как они заходят Ты посмотри сейчас Рамзес должен эту пачку Крипов сливать Ну граммитно делает маг Он сейчас будет уводить Крипов не позволяя Пушить своему тавру Тавру уже слишком битый Подтягивает сюда Два суммонного облака И это того же Никому не спасти Довольно простой Такой заход получает Тим Спирит Единственный плюс наверное Только то что вот Маг не подставился И ФБ еще не отставил Да скелетиков вызывает Как раз это хватит Для того чтобы потанковать В итоге динает Маг вышку Но Рамзес уже пошел Эмбер Спирит Три ремната закидывает Рамзеса Забирают на Ферсблад Падает одновременно с этим Туск жив все еще Паша Паша может Нет не может пойти дальше Он все три ремната потратил В итоге Гирокоптер и Бэйн Разменены на одного Смотри там дальше Драгон Найтс дабл дэмиджа Пошел форму прожимает Кого-то убить хочет Вот видит Соло Получает течку Соло Стан Еще один удар Нужный Брэсфайр Да Отпиливается Соло есть у него Фаерфайр и Айсберг В итоге остался один Нет помощи Ноль помощи Кричит Айсберг Куда что один в руку пошел Ну да Куда ты действительно На какую помощь ты Рассчитывал Когда ты зашел Один в пятерых Очень мне хочется знать это Ну и Вега Отличное начало В итоге они Не просто Выигрывают драг 3 в 1 И забирают ФБ Ну и вышку еще Мак успел заденать Вот здесь как раз таки Ну слишком сильно Нацелили спириты на этот тавер Они в принципе Могли отойти Единственное Тим спирит по-моему Сами ФБ забрались Я не ошибаюсь Сделал первым Килл гирокоптер Да Прошу прощения Спасибо Брус Там действительно Сделал килл гирокоптер Это несколько На самом деле Облегчает задачу Потому что Совсем как-то уж Очень жестко было бы Да еще и ФБ отдать Ну в целом Вега вообще Молодцы Правильно все сделали Они стали тавер отдавать Они пришли Они очень серьезно рисковали Потому что рейс под гирокоптера Которого есть Кулдаун Было крайне опасно Но за счет того Что подключился эмбер спирит За счет того что опять же У них герои крайне мобильные Которые моментально могут прилететь И помочь Они справились И справились И в итоге на 3 кила имеют больше И опять же денег За счет заданного тавера Много этим спиритам не дали Посмотрим Что будет дальше Оттягиваются Каждый опять же На свою линию Возвращается и Паша Возвращается на легкую линию Также Рамзес Тавра уже нет Поэтому комфортно Фармить здесь не получится Нужно отходить в это Леса не стаки Кстати говоря Хорошие Можно фармить Ну и вот Подупокоился Ждем когда Черн вновь отправится Что-то пушить Возможно Что-то гангать Кстати говоря Автолайк там на сложной линии Немножко постоял Левел 5 Ну вот Еще ультимейт конечно Желательно иметь Команде бы это очень сильно помогло Купает тебе транквил тапки Да Считалось то что будет у него Айрон талон Он с самого начала взял топорик Ну кентавру Действительно Без Айрон талона Как-то фармить леса Вообще никак И на линии тяжело На самом деле Вот для таких хардленеров Которые В принципе Фармить лес могут Но им нужно небольшое усиление Это Очень хороший артефакт Потому что Ну наверняка В папочки многие играли С лесным кентавром Вот этот вот Очень странный кентавр За счет Ретторна За счет того что просто У него большие статы Более-менее там с армором Он фармит Но с Айрон талоном Можно нормально фармить Подходишь Кусаешь крипа Там быстренько его добиваешь И все хорошо Ну и суммарно получается Казалось бы купил Такие бюджетные айтемы Типа транквил бутсов И арендалон А суммарно плюс 5 брони Итого уже 9 И так с руки его не так просто забрать ХП у него тоже вполне достаточно Вполне боеспособный товарищ Сказал в стаке Который фармил гирокоптер Как же много он на них поднял Это просто фантастика Да и хорошо что в стаке Действительно суппорты у тимспири Не стоят на месте Мы видим еще и на энджентах Уже что-то намечается такое Чтоб можно было пофармить Потом гирокоптеру Ну это правильно Вы когда пропушиваете Тирадин тавр Вы гирокоптер практически не оставляете Возможность на этой линии Долго находиться И поэтому ему нужен Дополнительный фарм И стака Вы ему обеспечиваете Вот вчера отмечали То что гирокоптер Как бы должен идти куда-то гангать Зачастую А гангать ему бывает и некого Потому что ну Эмберспирит ты же не пойдешь гангать У него четвертый флеймгард И ремнанты Тяжело будет забрать Но Если Если не можешь гангать А почему бы не использовать Свой ультимейт Для других целей И просто не зафармить Какие-то там стаки Это очень хорошо здесь используют Угу Ну пока что игра конечно равная Идет с небольшим преимуществом Тимспирит Которые все-таки фармят Свои леса Ну Ждем от них выхода ДК уже имеет свой ультимейт Вышки будут падать быстро Им бы конечно Легкую доминацию заиметь Для того чтобы С таврами разбираться вообще без проблем Да канг Канг тоже какой-то Вот габлак например может сейчас У него есть смок Однако же там сами под смоками Были Сёма и Соло Хотели нападать С другой стороны да Попробовать напасть На драгоннайт Которые довольно Сильные уже И 14 стаков А так просто не забрать Прикрывает ДК сейчас Чен выходит Так флайка может стрять Есть слип Откидываются касками Чтобы забрать Руну Хейст Забирает Соло И пошёл сейчас флайа разминать Сличку ему прописал одну Так это Хилл тролль Берсеркер пришёл Судя по всему С доминатора 1400 хп Смотри какие стаки там уже готовились Да Вот с Team Spirit Очень жёстко Они вместо того чтобы пушить Они просто пошли И наделали миллион стаков Гирокоптер Отстрял от Соло Хорошо зацепили Там ещё были сейв тпшки На ход уже идёт дальше Маг Лепортейшн дал спруты Кудаун Буквально секунду ещё нужно дать спруты Даёт спруты на максимальном рже Рамзес Где ж твой тангусик один каким-то Чтобы проехать себе проход Пока жив тычка Залетает 12 хп осталось Слип разбудили Тиммейт Айшард тоже мимо выживает Гирокоптер Как он это сделал? Это просто фантастика Ультимейт Чена и Кентавра Отработали по полной Ну и конечно Рамзесу неплохо было бы Какие-то тангусики Себе носить Потому что если бы у него были Изначально танго или топорик Он бы никогда не встрял в такую ситуацию Но тем не менее его спасли И довольно таки много спилов и времени Потратили Вега Там и Сёма И Ноуан И Соло Все шли И Маг в том числе Для того чтобы забрать этого гироча И ничего не получилось Кстати говоря Немножко Вега рискует Обрати внимание У Паши билд через боевого Ember Spirit И если сейчас Team Spirit не отдадут им инициативу То этот Ember Spirit застрянет Как у нас было вчера На очень долгое время Ну такой Вроде как Вот мы привыкли видеть Ember Spirit с траволами К той крайней мобиле Подключается к тиммейтам Но мы и так видели Как Ember Spirit готов Если что через ТВ приходить То есть пока У вас стоят тир-1 ТВРА Вы все равно мобильны Даже в зависимости от того Что у вас траволами Ой-ой на Кентавра выход Ну Кентавр здесь погибает конечно Да Пошел куда-то Непонятно куда на самом деле Даже Будем подстакать Может на полный деле хотел Ну кстати говоря сейчас стаки должны были обнаружить Вега Да Они знают Знают В том что забрать некому Вот это да Потому что Здесь такие герои Которые пока стаки не забирают И здорово используют то Что вышли там на ДК Потратили время для того Чтоб выйти на тавр Правда Ember Spirit Притягивается ультивца Как же больно Падает Пэйн Падает Чен Не успевая вообще ничего сделать Такой жесткий магический проказ Летел Ну все ультимейты вписали Дега Складрон И к этому были просто не готовы Тим Спирит Ну это беда для Тим Спирит Вот это как раз таки то За счет чего Пик Веги и может Выиграть Пик Тим Спирит Если они будут раз за разом Своей магией уничтожать И впоследствии Просто перефармят Как вчера у нас Зевс который стоял там Под фонтаном И давал выйти Все так и поэтому Нужны что? Нужны мекантмы Нужно чтобы Чен подходил на такую пушу С ультимейтом Хендом кат Который был в откате То есть без всего этого Понятное дело что Магический проказ вы пережить не можете Все таки это какая то Дискретная сумма На которую нужен апхил И Тим Спирит Пока к этому не были готовы Отдались Выиграли драку Бега Складрон Подкрепить эту драку Выигранную с носом тавер У них не получилось Подтянулись Тим Спирит Но зато Завармили Динги Это тоже очень важно Там в частности В Преоне появляются барабанщики Стандартный билд Так и вот там Тут такая стата С последних 6 месяцев Вега проиграли Четыре карты против Драгонайта Вот так вот И три из четырех Против Чена То есть у них Против именно этих героев Винрейт очень плохой Ну и судя по всему Каблак об этом знал Раз такой распиг сделал С Ченом и с Драгонайтом Как-то у Вега вообще никак Не идет игра Ну да Против Я бы сказал Но тяжело На самом деле Вега вот И они любят Либо пушить сами Но естественно Если у врага Чена Драгонайта Особо пушить не пойдешь Либо вот играть в такую доту Все таки несмотря на то Что сейчас Вега Несколько раз приняли Спиритов Все равно Спириты Будут толще Появится БКБ И ваша магия Ну никому не будет Интересна совершенно Ну да Там мини попытка была Кого-то наказать Сула оттуда уходит А чем разбирать Эншентов В данном пике Я честно говоря не знаю Ну когда Чен там Проманет с тебя Смотри тут битва Битва тролля Берсеркера И трента Кто же кого Ну Что-то пока у Энта Побольше шансов Давай 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 Кулачные бои Тут между друг другом Живи Бэй не мешайся вообще Ты нечестную игру играешь Лай не трогай их В итоге Пенек умер от старости Так Амсириня пошел Расказ Ну а на стан Ой как же больно С проказа забрали Зевса Но теперь на развороте Вега дает проказ Кентауэр покажи Култаун Ремнан дал не самый удачный В итоге тоже погибает Каски Десфарт Драгонайт Но у него огромное количество брони Поэтому не так больно Приму заходит Десфарт И может идти дальше Ремнан Ремнан Достает Мак просто паливает Маку нужно сбить ТП Никто не сбивает Кен здесь Драгонайт уже на блинке Ныряет дальше за Соло Соло пытается как-то По лесам уходить Айберг станом Цепляет Такие есть еще Брэсфайр Кнюки Кентавры станет Соло без шанса Что ты делаешь? Тусик, куда же ты покатился родимый? Нет, он все грамотно сделал Покатился в ближнего крипа Если бы Чен его конечно увел Было очень неприятно В итоге где-то за тир 2 вышкой В то время как все еще стоит тир 1 Да, здесь хорошо Напали на Зевсани Дали ему свой проказ дать Ультимейт как мы видим в кулдауне Да и вообще он там ничего не сделал Здорово поймал кентавр И Паша тоже немножко не рассчитал Он потратил 2 ремнанта Чтобы залететь Вернее одного у него не было Один он потратил И остался у него в итоге только один Его не хватило чтобы убежать Который так близко прям стоял Что действительно из радиуса не вышел Ну и вот уже чувствуется Что когда вы там ставите досварды Когда переживают магический проказ Тим Спирит Бить то больше нечем Идет этот вот кентавр 10 брони Идет Драгон Найт Брони 18 Стоит там палка Не важно бьют с руки Не важно вообще Они этого не чувствуют Ну очень сильные Очень плотные герои И Вега нужно что-то с этим придумывать Они придумали пока смог вылазку Пока идут на топ Там рядышком маг Ну то есть Вот понимаешь Даже БКБ это все законтрит Это много чего законтрит Пайп Отхил Чена Так тем временем ДК у нас умирает сверху Смог вылазку Получилось Постался сделать ДП Но нет Девс его добивает В общем Мало того что можно собрать БКБшки Но даже если их не будет Будет подхил Чена Довольно жесткий Который поможет Будет наверняка Пайп И самое жесткое Что может быть Здесь впоследствии Это ульт Кентавра В котором они просто будут бежать И там им все равно Магия не магия Там 70% резиста всего урона И никогда ты естественно не пробьешь такой пик Но пока что да Пока что Тим Спирит Вот как раз таки К 15 минуте Они набрали свою такую оптимальную силу Сейчас еще возьмет Чен себе Мекку Соло его находит По стандартному да Эдебилду пошел Каблак Мека Дальше потом будет Агани После выход Гарден Грифс Ну в общем то дефолт Ну единственное что конечно Тим Спирит Вот нельзя подставляться Под такие ганги От Вегас Квадрон Потому что они сейчас Убив Драгонайт И позволили себе снос Тавара Заработали себе денег Вывели графики в ноль опять же Естественно не дают Тим Спирит Пока собраться вместе Ну Рамзес уже решил что Ну его нафиг рисковать в этой игре Никаких там Сенжиньяш У него У него нормально на стакали У него БКБ очень раннее То есть Несмотря на то что он пошел в быстрое БКБ Практически там без барабанов Сенжиньяши Он по фарму не сильно проседал Из-за того что слишком много ему отдали Так попытка отвести Неудачно Нельзя в эту сторону отводить Afterlife Не отводится Еще одного профессионального игрока нашли Который не в курсе как стакать этот кэм Да я думаю что он там скорее Уже просто забыл И куда побежал Туда побежал Ни в одну сторону уже не успевал Ну тем не менее да Может быть и не знает Ну Afterlife конечно не пойдет Он рашить Аганим Он пойдет естественно в блинк Потому что инициация нужна Да безусловно Его прокаст Он просто Зевса изничтожает Это мы уже видели А если добраться на него То прям все супершикарно будет И вот набирают себе Необходимый айтем и Тим Спирит Мы наблюдаем с вами наличие Миканзма Это раз у Чейна И БКБ появляется у Гирокоптера У Драгонайт Не забывайте есть блинк И Огаркла То есть герои фактически Уже готовы к тому Чтобы просто идти уничтожать Что имеет Века к этому минуту Имеет Линзона Ноуана Но это в принципе для него Стандартный билд Плюс Форстав Маг пытается собрать себе на Аганим Ну и собственно Паша только-только Начал выход в свой в БФ Ну кстати вот такой вот момент сейчас Пока БФ и нету Эмбер Спирит Он довольно слабо может отпушивать И в принципе в драке Он не особо силен будет Будут его просто сливать И вот есть временной задел Которым могут Тим Спирит воспользоваться Они уже идут Они уже идут Они уже идут Они прожали Смог Смог, который не видели в Экскадрон Но вот теперь ультимает Зевса И все видно Грошана что ли? А, теперь пошел Форму включает Смотри, должны довольно быстро забрать Ставят обсервер Есть еще один хороший опс в чужих лесах Ну и я бы не сказал наверное Что в Веке есть туда смысл идти Слишком, слишком уж Ну, они потратили ульт Зевса все-таки Это много дэмэджа в драке на данном этапе То есть второго левела И уже в драке он не сможет дать один проказ Не сможет задамажиться от ульта из пассивки Дополнительный раз И естественно это плохой вариант Ну и к тому же они-то видят Что у гирокоптера БКБ Ну, должны были видеть И с БКБ их шансы там вообще невероятно маленькие Да, ну и в итоге Аегис В это время конечно бы желательно Что-то посплитать как-то в Веге Что-нибудь подснести Но, видимо, даже Тирадин на миде все еще стоит А герой расположен на крайних линиях В итоге, ну, как-то слишком спокойный И слишком халявный Получился Аегис для Team Spirit Не знаю, вот мы вчера смотрели Игру с Ликвидами И сейчас смотрим с Team Spirit Очень похожие на самом деле игры То, что Вега вроде бы все неплохо делают Но они так глубоко позади Вот чисто по стратегии своей И что сейчас им очень тяжело Ну, посмотрим Может здесь удастся засплитить Ну, просто, если сейчас все пойдет по плану Team Spirit Игра закончится, может, очень быстро Ну, вот буквально, да Уже с этого Аегис Чувствуется, что Team Spirit захотят посносить тир-2 А они Робин Час где-то на хайграун подняться Так что аккуратнее быть надо Здесь нужно сплитить А у Эмбер Спирита не Трвела, а ПТшка И вот он никак не может собрать все У него нет топорика еще даже Ему, ну-ка, сейчас посмотрим Может быть, в Курьере там что-то есть Нет, в Курьере ничего нет Ему еще больше, там, тысячи с лишним До Battle Fury И с этими артефактами фармить он, конечно Это все будет довольно-таки долго Здесь и БКБДК тот же зафармить успеет И пару вышек вам снесут Ну, а БФа здесь уже может и не хватить, на самом деле Ну, мы понимаем, что для Эмбер Спирита БФ это, в первую очередь, артефакт для разгона Для того, чтобы он потом нафармил все быстрее остальные айтемы Ваши силы темы на центральные Как можно быстрее БФ этот ношен Сомнительно то, что вот до сих пор Нет этого самого Калинблейда у Паши Казалось бы, крипов он бьет И делает только это в последнее время Крипов выбивается лучше с пилимблейдом Ну, ладно Тут, в принципе, не так сильно важно Все-таки юзает плеймкартами И часто БФ все равно сливаются быстро Вроде как выбрали время и место Тим Спирит Когда им захотелось уже помучить строение противника Выбрали Тир-2 по миду Никто не встречает вообще Пытается сплитить, видимо, маг Аганим у него появится через 300 голды Особо не посплитишь То, что... Ну, пеньков мало твоих пока что Да и дэмэжи мало Как ни крути Ну, что у него? 120 урона 120 урона, а тут у гирокоптера 200 Это только гирокоптер Плюс ДК, который жжет еще вышку огнем Я думаю, Тим Спирит могут, в принципе, идти дальше Ну, они решили развернуться Не дать ничего запушить Да, тем более тут вышка До нее только-только маг дошел Даже надамажить не успел И спокойненько ее отпушивают Сами при этом перетягиваются на нижнюю линию А, снизу-то еще две вышки Я не углядел Тирадин Тавер Да, конечно, тогда эта линия must-have С нее просто получат сейчас Ну, порядка там... На команду... Много Порядка трех-четырех тысяч они получат Много денег, да, получат Ну, плюс ко всему драгнайпич К этому моменту не было БКБ Поэтому есть смысл подождать Не торопиться Вообще халявить пошел Он не пошел с команды Он просто пошел фармить Мол, я там издалека подхилю Здравая мысль есть Потому что... Здравое зерно, скажем так Очень тяжко ему, конечно, без левела играть Вот придумали, наконец, в Вега что-то Например, снисти Тирадин уже Ну, в конце концов, пора его сносить Тут Чен пока один только на ДФ Кстати, вот с того, что Чен один И вот и убить могли Но не стали даже гангать под смоками Хотя, вот, мы видим, агрессивные вардишки стоят в чужом лесу Аккуратненько выходит Кидает парочку Хадукенов Татирами И, в итоге, вышку даже и пробить не могут Ну, сносит все-таки, иначе распросят Так пошел-то Рамзес Так, где Драгонайт-то первым должен был идти Да, Драгонайт без формы Он все-равно, ему тяжело дойти Хотя, вот, у Кентавра есть тульта Если приблизиться, на самом деле, сейчас спириты Они могут не отпустить Ох ты, какая руна замечательная Ну, ты знаешь, в итоге Как бы Вега-то провели этот отрезок получше Потому что Тир-1, Тир-1 разменяли А у ребят Тагаиги сгорит И они пробежали вот сейчас вот такой путь То есть по карте вот отсюда До миды теперь перетягиваются на топ То, что никого не поймали, это, конечно, плохо С другой стороны, сейчас вот БКБ прилетает Айсбергу, у него есть дабл дэмэдж в бутылке Пойдут по миду, видимо Непонятно, опять же, топ еще до конца не отпушен Я думаю, что сразу что-то тянет сюда опять Нечиспрофи, который будет сплитить Слай кого-то пытался поймать Ну и все, идут-идут потихоньку Ничего не успели вообще засплитить сейчас Вега Ну и сейчас им надо отбиваться Просто отбиваться По чесноку все Момент, что называется истин для Вега с квадромом Потому что очень важно сейчас дать отпор И круто можно проиграть, если потеряют замес и проиграют линию Рамзеса нормально пробивают Вот ДК активирует форму как раз-таки Начинает потихоньку сжечь тавер Как не вижу, я вожака волков Куда делал его Рамзес? Был, когда сносили Тер-2 Ну, может быть, умер Нет урны Вот это действительно плохо То, что нет урны Нечем подхилить Рамзеса Просто не особо стандартная ситуация Дабл дэмэдж активирует Айсберг Но ему тоже больно Но я думаю, что сейчас кто-нибудь должен собрать урну Это такая мелочь Но без нее действительно гирокоптер подхилить абсолютно нечем У Чена хилы тратить не хочется На отступление, кстати, Айсберг забирает еще паки эншентов Почему бы нет? Да, мы в общем-то не решились пока о тем спирит Ну как-то вот действительно без вожака волков То есть по турну в шарус и прочей гадости Плюс недофарменность Энджен Яшуа Рамзеса Короче, не сейчас Не сейчас решили о тем спирит Еще даровали время для Вега с квадромом, чтобы тебе пофармили Хоть что-то еще понесли И ответный смог Посмотрите Вега И тут кого-то гонять Догонять Убивать Посмотрим, конечно Так, а есть ли у них вот стан? Самый главный вопрос Стана у них нормального нету Чтобы успеть застанить до какого-то Ну героя до того, как он нажмет БКБ ДК идти просто бесполезно убивать Он жмет БКБ Ему дают ульти кентавра Он улетает очень далеко Но руками его естественно не пробьют Или разворачивается И убивает противника Потому что это драгонмайт Да, да, да Если рядом тиммейты Он точно развернется Один-то в нескольких Вряд ли он полетит Вообще он уже половину аганима Да, он надо конечно Энджета потом будет взять Опять этот парк Который сейчас видит Как фармить ДК Как подтягивается к нему Бэйн В этом патче Винрейт Зевса без линцы 0% Ну я более скажу Что в этом патче В профессиональной цене Скорее всего мы Зевсов вообще без линцы Не видели Вряд ли кто-то их покупает Не, может быть где-то был И он проиграл В любом случае это конечно частный случай Потому что сейчас Вот с появлением этого артефакта Просто мастхед для Зевса И таких подобных ему героев Я честно говоря не знаю вообще Что веги делать Им сплитить страшно Потому что кентавр с блинком Где-то пша стоит Бэйн ДК с блинком Они могут убить Им драться пять на пять Тяжело Как бы кентавр то уже выходит в пайп Вот у него уже худец есть Он кстати его прикольно использует Навешивает на себя И дабл-эдж Использует, чтобы не дамажиться Там маны стоят очень мало Прикольно, да Интересное юзание скажем так Это теперь активно уже Активного предмета В данных времен Кентавру то не особо нужно Вообще здесь пайп Скорее нужен для крипов чена Потому что Ну чен сам уже очень заряженный 1400 хп Гирокоптер ДК с БКБ Сам с кентавром Господин Ну с кентавром С худом Господин кентавр Кентавром господин худ И бэйн очень толстый С плащом А вот крипов защитить нечем И конечно для них покупается Потому что как только появится Там Зевсу спамить долго Отпама мало Тусик кидает Зевс кидает Пару молнии Может быть фурион И они только пайп снимают А что делать дальше Непонятно У вас уже база падает Ну и конечно нужно По хорошему вообще Эншентов Вот кстати твой Любимый волжак волков Альфа вульф Да я видел Видел как уже с ним Эншентов зафармливал там гирокоптер Что хочется отметить Пока Тим Спирит не надавливают То есть они не давят противника Не вставляют держаться на базе То есть дегащий Чувствует себя более-менее неплохо И более того еще И вот таких вот пэйнов Наглых убивают И самое главное время Самое главное Что дается время для Паше Смотрите на Пашу Паша имеет ПФ Паша имеет присталец Паша Еще дайте ему несколько минут И он вынесет вам доедалусь И потом вы будете страдать от того Что вам будет очень сложно заходить И вы будете работать критерии Да Физика уже появится В каком случае Ну вот ДК выходит в Кирасу Кирас конечно Но это не панацея Против Эмбера с Дейдалусом Там может Может и хватить ему урона Но Пайп появился Я думаю что до следующего Рошана Остаются 3 минуты Знают что Вот уже Чен отправил Кентавра Знают что скоро появится Да Веги везет И Рошан появится Вместо 3 минут Через 2.50 То есть очень-очень Один на Afterlife Но здесь Пайп Его не пробить Снизу пушит Айсберг Вообще ничего не боится У него хаста БКБ То есть 100% эскейп Чуть-чуть получается у Айсберга Ну действительно ждут Действительно ждут Стоит там Сатир Когда появится самый Рошан Надо фармивать Тебе еще какие-то артефакты Сейчас core-герой Team Spirit Ну и в целом мы видим Что вот на дистанции Если ничего не происходит Если фрагов нет Чуть получше фармят Team Spirit Графики уходят Ну да В их пользу Они не просто ждут Они круто ждут Они реально ждут И при этом фармят больше Это полезное такое ожидание Конечно все равно Это немножко веги на руку Потому что им с каждой минутой Все легче будет отбиваться Но я думаю Что следующая атака Если опять же Team Spirit Все правильно сделают На Рошане И потом Следующая атака должна стать Такой Решающей Не скажу что последней Но Веги нужно будет очень постараться Чтобы от нее отбиться Там скорее всего Его даже айсберг за эти 3 минуты Кирасу себе выформит Может быть успеет Но флай опять еще очень опасно Так двигается Ставит эти сандришники Короче там сандришник Поставил Погиб здесь Вот он мог отдаться Но вроде все обошлось Ну он Самого маленького Нетворса Он реально Посмотри Чен 7000 А у него всего 2900 И он Ну как бы Такой Как бы правильно сказать Господи Риск оправданный Вот Ну это разменная монета Даже если погибнет Понятное дело Что там супер много денег не заработает Вега с квадрон Да и не в этом суть Суть в том что Бэйн пытается сейчас обеспечить Виженом свой коллектив Да Ставит эти вот ворты Сандришники Пытается деварзить Подготавливает площадку для того Чтобы команда собралась Забрала Рошана Что комфортно фармил Чен в своем лесу Чтобы его там никто не мочил Обратите внимание Какое количество сандриков Этот Бэйн расставил Да и посмотрите На Вижен веге Они вообще ничего не видят Они поэтому и фармят так мало Из-за того что ничего не видят На самом деле Солифлай огромную работу проделывает Хотя может показаться Что спириты сейчас не делают ничего Но они как раз таки хорошо продумали Как сыграть И Аганим на Чене уже тоже будет очень скоро Ой блять Соло Боже ну что ж ты делаешь то Соло Вот это наглость Вот это он выдал номер Это ж надо представить Вичдоктор который стоит Нормально прокушал Возле Тир 2 на топе Под вортом противника И при этом еще уходит Соло Соло Не боится никого Чену нужно 300 монет дофармить Гирокоптеру нужно дофармить 700 монет ДК нужно дофармить Что у него там Есть ли что-нибудь в курице Плайтмейл 1300 500 монет Вот нужно дофармить свои артефакты Обязательно Ну без них выходить это Очень будет неправильно Потому что разум усиление получится серьезное Да мы смотрю снова Вот это вот отчаянное сопротивление Двух суммонов Но Энд вообще не стал как-то сопротивляться Отдался от сатиры Он ему ничего и не сделает Наверное, 1100 хп Там и 4 Нет, 6 регенов в секунду Это слишком много Ну побить-то чуть-чуть надо было Эндом этим Ну ладно Ладно, погиб он Ну вообще-то еще один там Сейчас Энд потянется, конечно А не нон-стоп А приходите сатир, конечно Один Энд Так быстро у него друзей не появляется Чтобы приходили им помогали Так, гирокоптер почти МКБ Чен Почти Аганим И почти Кераса на ДК Как раз таки в тот момент, когда появился Рошан Идеально все Вообще Есть Вижен у Веги То есть Энд пришел весьма вовремя Рошан Теперь знает, что есть Рошан Вега-Сквадрон Ну и он сейчас будет активно Активно сплитить Да, они прекрасно понимают Что возможно Где-то в узком проходе Будет тяжело против Эмспирит отбиваться И вообще с ней не драться Навязывать борьбу на Рошане Но вот попытаться Тавар Активно сплитить Это можно И слушай Тут топ-лай против Прогоняет Эмберспирт И еще это под инвизом Пошел автолайф Не нашли Потому что Эмберспирт Уходит на ремнат Да, в этот момент Рошана спокойно забирают Не спеша Абсолютно никуда не торопясь А Чен в итоге решил, что Аганим он дофармит уже Ну, собственно При смерти Рошана Походу делал Да, появится Надо успеть Еще, конечно, зоопарк Все получше собрать И он там все-таки оставит Ведь Шетов Ходит и ломает Все время его кор-герои Надо прекратить Вообще события И Аегис есть Есть Аегис Достается на Рамзесу Аганим нафармин Вечен Опять же, вот против На дистанции Все окей Те и другие фармят Ну, вот так смотришь на эти атомбилды Смотришь на герой в Team Spirit Ты понимаешь Насколько же жесткий герой Я вообще сейчас посмотрю Как будет отбиваться Такое ощущение, что Просто в котлету со мной Вот спириты Вегу У них прям появились Три кор-ключевых артефакта И Ну, сейчас еще это все усилится Кучей аур Пойдут в атаку Здесь я не вижу Какого-то Опять же, сплитпуша Нереального Дейдауса, кстати, что еще нету? У Эмбер Спирита Он блин купил А, вот так вот Ну, не знаю И хочет подставляться Под Бэйнов Под Рагонайтов С блинком Хочет держать дистанцию Хочет огромнейшей Этой самой дистанции Давать Слайд оф Пис Чтобы отбиваться Ну, в общем-то, Пашу понять тоже можно Играть совсем уже без эскейпа С голым Дейдаусом Ну, страшно, страшно Одна подстава Один раз ты погибаешь Подставляешься Под станчик Сразу же умираешь Так, так, так Может и не сработать Ээээээээ, да В общем-то Вроде казалось бы Должны быть трудности у Вега с подро Но, опять же, Тим Спирит Просто не торопится Уже 32-ая минута Фарм идет у Веги Проявляется Круче-круче артефакты Примерно мы должны с вами представлять, что основная суть будет. Смотри, Флейк, ему слаймор подставится. Ой, ну плохо, плохо сыграл. Я не знаю, зачем полез сюда Семен. Явно никаких шансов у него не было. Он был абсолютно один. В итоге Сему забирают. И как раз это отличный шанс для того, чтобы выйти в атаку. Громозавр плюс Эншент Голем гранитный. Это лучшие, по-моему, крипы сейчас для атаки. Кончика нет. Ну да, дракон даже, наверное, получше был бы, чем Громозавр. Но все равно эти плюс 15% хп, или сколько он нам дает, да. И плюс скорость атаки и дэмэдж, это будет очень много. Ну и, в общем, профит что-то там пытается отпушить. Есть вроде как Аганиму Вичдоктор. Кстати, Аганима у Кентавра появится. Ну, Аганим может скоро появиться. Убил Курьера. Ну все, дэпить. Чем дэпить базу? Очень интересный вопрос, как сейчас вега будет отбиваться. Зашли на пригорок, тем спирит. Сразу включаем байбэки. Байбэков нет. Там Зерц, но есть Аегис. Он не боится пока. Есть БКБш, подкиливает Чен. 30 секунд теперь. Можно просто ультой Чена подкиливать. Пошел ДК, врезается. Всех спрятали в сноубол. Неплохо раздает Вичдоктор. Ой, смотался соло. Десварт, конечно, много пробивает, но недостаточно, чтобы обидеть ДК, например. ДК тоже мучий. И Рамзеш уже здесь появился после Аегиса. Убили, кстати говоря, Чену. Залезает ультимейт Курьера. Макс здесь уже. Спрутый штавит. ДК погиб. Слушай, поле меня отбивается. И пытается утянуть ультимейт Кентавра. Спасает Рамзеш, спасает Флая. До конца залетает Эбер. Весты. Отлично. Минус 4 делает Вега с подрок. А Дейфелис? Гениально. Алексей Березин просто спрятался в кустах. И посмотрите, на этот Fight Recap нанес 3100 урона со своим аганимом. Вега, красавцы, спириты в шоке. Как же так получилось? На самом деле, если бы не такое огромное преимущество по этим артефактам, они бы там развалились от одного Вичдоктора. Они еще пережили всю палку. Весь вот этот дэмэдж в 5 героев они пережили. Это невероятно. Круто, круто. Какая позиционка была и от Соло, и очень даже неплохо отыграл там Фурион, который вовремя подскочил, и Эмбер напоследок подошел, заедался. Мужик, видимо, у него есть. Камбэк. Вот так вот отбились. Долго фармили Team Spirit, все готовили к финальному такому скружительному пушу, и не удалось. Пострадали. В оккупации еще не пришлось, но я думаю, что попробуют откидаться. Все-таки рампу бить довольно-таки тяжело. Да, Инфибл кидает Бэйн, у Паши сразу становится мало атаки. Пробиваю Чена потихоньку. Еще ульта. Ну, три ульта потратили. Ульт Чен захиливает. Нужно уходить отсюда, конечно, понимают. И в итоге отходят. Ну, выходит Гирокоптер, выходит ДК. Кентавр практически зафармил себя Аганим. Вот, наконец-таки, Эмбер Спирит покупает Тревел А, понимая, что все-таки это необходимый артефакт. Ну что, у Веги все равно ситуация непростая на самом-то деле. Они, конечно, отыграли все преимущества, но Спиритов тяжело пробивать. Непростая, но получается. Получается. Все у Вега с квадромом. Все, что они задумали, или, может быть, даже не задумали, но так получилось. И в итоге они, действительно, отбиваются противника. По-моему, Тер-3 сломали. Очень много денег выиграли. Актарины мы видим. Ану Вану, Аумага, там, Амулету, Солу. Ну, в общем-то, айтмы все становится круче и круче. Там теория, дорогие друзья, направленной трансляцией закончилась. Судя по всему, матч между Фнатиками и... Извиняюсь, между ребятами из IG Vitality и LGD. И судя по тому, что стрим там погас, значит, вторая карта прошла также под песню, да, под музыку ребят из LGD Gaming. Их можно, наверное, поздравить с проходом на мажор, на лан-финал. Вот. Ну, а ребят из IG Vitality там в китайском регионе спускаются лазером и будут играть уже, по-моему, завтра. Да, это уже четыре китайские, но шесть китайских команд, в общем-то, неудивительно. Их так и было бы шесть. Не, пять, конечно. Ember Spirit будет ли нападать на Дамзес? Хочет волка подбить. Исты. Да, в итоге просто уходит, волк выживает здесь. Ну что, пойдут сейчас, наверное, еще Team Spirit. Наберут себе новый зоопарк. Чен вот взял пока что голема. Есть еще как раз опять эта ящерица. На этот раз появился Аганим у Кентавра. Это довольно серьезная разница. Правда, ультимейт он, конечно, прожал в самый последний момент. Но если бы он прожал свой ультимейт под палку Вич-Доктора, было бы довольно интересно. Так проблема в том, что надо было просто увидеть, где находится этот самый Вич-Доктор. Просто понять, где он расположен. Палка стоит, а черт его знает в этом радиусе, где находится Вич-Доктор. Слева, справа, снизу, сверху. Ну хотя бы дэмджи не так много бы получали. А тут они еще и остались и просто стояли, бились. Ну, немножко странно это смотрелось. Проще, проще. Просто на момент захода на хайграунд поставить один опс. Так, Вега выходит на Чена. Могут его подцепить. Габлак здесь загулял. Минус Чен. Крипов нужно его попытаться убить. Бьют голема гранитного. Голем пытается уйти. Криты там срабатывают от Паши. И спасается лишь только древний Громозавр. Как же Фидит сейчас Габлак? Вот на ровном месте просто вышел на мид без команды. Тим Спирит на ровном, ну не на ровном месте, но довольно-таки странно сейчас эту игру чуть ли не отдают. Потому что они собирались пойти в пятером и им в итоге убили Чен. Убили одного крипа. Еще немного задержан Пуш. Вопрос, хотят ли уже пушить им спирит. Я думаю, что да. Пока вот по их действиям вообще непонятно. Они уже даже, я так понимаю, даже не смотрят в сторону базы противника. Как-то фармили больше. Какие-то артефакты еще пытались купить. Каплак вот на своем фарме тоже подставился. Ну да, понятное дело, что века сейчас подниматься на хайграунд не будет. У них нет для этого никаких возможностей. Когда инициировали, они это делали одно, когда инициировали, это все другое. И разбежались. Разбежались, чтобы пофармить еще. Ну ибо огромное количество денег было заработано вновь. Посмотрите, там, по текущему золоту, например, у Мака. 4400 монет. Интересно, во что будет выходить дальше этот Мак. На мой взгляд, все равно пока что еще, если Тим Спирит дойдут до хайграунда, большие проблемы будут. Если как следует, нападут. И как раз-таки веге нужно постараться их не пустить. Ну, зачем рисковать? Вот они все правильно делают. Они выходят с Маках до того, как Тим Спирит собрались пятером. Это очень важный момент. Глимеркейп есть у Соло. Теперь его поймать будет очень непросто. Нужно будет и о геме каком-то подумать. Айсберг фармит себе. Ну, видимо, МКБ. Слушай, а тут арамжест может подставиться или не может? Один. Один, один. Если бы знали об этом ребята из вега-склада, то наказали. Соло заходит. Соло, боже мой. В сказке. Пытается уйти. Рамзес не хочет расстрелять? А, Глимер. Глимер, да, он не видит. Ну, действительно, здесь Рамзеса тяжело подцепить. Все-таки БКБ плюс ульт Кентавра. Кентавр берет себе еще и гем. Да, подготавливают с этим Спирит. Вот на этот раз наверняка. Но у них уже, на самом деле, правда, на ошибку-то... Ну, не то чтобы нету, но... Сейчас уже лучше не ошибаться. Потому что в следующий раз веге будет еще проще отбиться. Сейчас пока что еще все более-менее. Может быть, кстати, подождут Рошана. Опять у нас таймер почти максимальный. Опять веге немножко везет. Да, будем ждать. В общем-то, появляются Дейдалусы с разных сторон. На кор-героях крутые артефакты уже непосредственно на повышение демеджа с руки. Как у Кирокоптера, да, там всякие МКБшки. Там у него Сатаник прикупил себе Т-200. Дейдалус появился у Драгонайта. С другой стороны, Эмбер Спирит сейчас на 4,5 тысячи тоже что-то возьмет. Ну да, логично. Там миссов никаких нет, Дейдалусы-то дает тебе побольше. Вот, вот. И МАК тоже 6-3, 4-сто опять имеет. Я не знаю, какие-то прайп-клики. Это себе дико приобрести. Наверное, что? Наверное, хочется какой-то хекс вообще себе взять. Нет, в этой игре? Или, может быть, хочется уходить куда-то глубоко в сплит, купая себе Некрономикон, хотя уже поздно. Может быть, какой-то... Ну... Может быть, какой-то... На замес все-таки артефакт купить. Вот Манта Стайл, кстати, говорят. Как насчет Кирасы вообще думает МАК? Сейчас посмотрим. Что-то взял себе. Что-то взял, да. Берет себе хекс. Хекс, скорее всего. Стоун. Ну, хекс тоже хорош. Хекс всегда хорош. Февсекс всегда хорош, да, действительно. И как раз это... Кирас это артефакты, которые можно и... Как-то себя просто усилить, там, где-то кого-то подгангать. И в драке он тебя тоже усиливает. Что нормальный выбор. Кирас сейчас пронесся ультимейт Фуриона от головы Флая. Надо понять, что где-то здесь стоит Вижн. Ну, был Вижн от пенька. Здесь нужно сливать. Так, ну, видимо, что потихонечку все-таки вынуждает выходить на базу этим спирит. Отбивать топ лейн. Там, сплитит ноу-ван активно. Ну, по-другому досталось тогда появление Рошана. Там будет Рошан уже с сыром. Я егис. Не знаю, пойдет ли Вега Складрон сейчас стараться на Рошане. Или будут, опять же, играть от дефа. Что у них не получалось уже два раза. Соло уходит опять в глимере. Очень много Алексея делает работы для своей команды. То есть, даже если его убьют, это будет не такой большой потерей. Потому что это все-таки Вич Доктор. С другой стороны, его еще и ни разу не убили, пока он сплитил. Заработал очень много времени. Дополнительного. И себе золота много заработал. Вот у него глимер 1300. В принципе, здесь можно формануть БКБ. И если он зафармит себе БКБ, то сбивать ему нечем абсолютно будет. Ну, сетки тролля какой-то. А, Бэйн может сбить. Но, опять же, Бэйн там, скорее всего, думает о других целях. Ну, там вообще вопрос такой, что нужно, во-первых, найти и поставить вижен хороший на пригорке противника. Чтобы, ну, примерно, дислокацию этого самого Вич Доктора обнаружить. Против глимера нужен гем. То есть, ну, все это направлено только для того, чтобы сбить палку. Ну, спириты очень уверены в себе. Палка-то сильнее не становится с каждой минутой. Ну, после того, как Вич Доктор получит 16-ый, конечно. А вот их герои формят в себе все больше артефактов, становится все жирнее. На самом деле, вот если Вич Доктор даже раскастует свою палку под ультой Кентавра, под кучей армора ДК, сам Драгон Найт, я не думаю, что получит прям много урона. ДК-то нет. ДК-то с 7-ми броней. Да, да. Там сейчас Гирыч может взять бабочку, по нему будет промахиваться. Только я не знаю, как сейчас, но раньше не промахивались отскоки. То есть, первая палка могла промазывать по первой цели, а отскоки они не мазали. По-моему, так же. А Гайзберг теперь не перекрыли путь, ну, ничего страшного, блинки уходят. По поводу... По поводу... Ну, что-то я хотел сказать. По поводу палки. Нет, по поводу палки. С палкой-то все понятно. С Пашей вот что-то интересно. Глинк-плаж теперь взял. Паша не хочет подставляться под стан. Паша правильно все делает, да, безусловно. У него есть еще и блинк-дагер, то есть парня так просто не поймать. Ну, кстати говоря, тоже. Вот смотри, он взял себе Дейдалус, БФ, БФ, Дейдалус, и сразу стало больно. Но после этого он купил себе линку и блинк после еще БФа. То есть, так, нападение. Понимают, да, понимают, что стан можно даже и не тратить там линка. Просто Айзберг прогоняет своего оппонента. Очень-очень свободно действует Team Spirit. То есть они вот так вот формят чуть ли не по одному и ничего не боятся. Посмотри, где находится Герокоптер. Ну, так скажу, что и Вега тоже особо не зажимаются. Посмотрите по Нетфорсу, пока ничего не происходит. Графики удерживаются на единой позиции. То есть все формят одинаково. И Мах находит себе место, и находит себе Сёма, где подфармить, что поделать. В общем, обе команды чем-то заняты. Вообще, вот такое развитие событий, эти вот 19 фрагов за 43 минуты, мне напоминает третью карту за выходы на мажор. Потому что решающую. Когда счет 1-1, например. Так, ну что, Аегис у нас достанется Герокоптеру. У него пока что еще нет. Не знаю, может быть, Муншартом их стоит купить себе, чтобы использовать вот это дополнительное золото. Чен купил себе Владмир. Да, как раз-таки его и не хватало только в команде. Ну и ДК имеет просто 3800, взял себе сыр. Хороший выбор. Кентавр, 2600. Пока что, ну что здесь будет, кстати, Кентавр, покупать непонятно. Может напасть на Соло. С гемом. Соло. А вот теперь Глимер не очень работает, Соло. Да, наконец-то его здесь поймали. Но Afterlife прям целую экспансию какую-то вывозку провел. Провел на вражескую половину карты, чтобы этого Вич-Доктора забрать. Вич-Доктора нету. Ну неплохо, Вич-Доктор теперь не будет одной из линий давить. Тем временем Герокоптер отпушивает у нас топ. Взял себе уже тревела, понимая, что иначе со сплитом справиться будет довольно-таки тяжело. Бэйн отпушивает мид. Абсолютно никуда не торопится. Always wanna fly. Ну вообще, сейчас такая ситуация у Темспирид, что они как будто своего оптимального закупа уже добились. Да, но вот улучшать еще, конечно, себя можно. То есть есть куда расти, но прям намного сильнее Темспирид уже не будут. И если они сейчас вот с этим сыром Аегисом не попытались зайти на хайграун, то шуток пропала, потому что, ну, Вега с каждым разом будут еще набирать. И, ну, надо реализовывать, рады это реализовывать. Такого подарка в виде бесконечно отданных Рошанов Вега могут больше и не давать. Больше и не делать. Ну, знаешь, мы уже смотрим чуть ли не 20 минут за тем, как Темспирид с каждой минутой покупает еще один ключевой артефакт, еще. И все это усиливает прям вот эту вот пачку. Все-таки, как ни крути, Вега здесь... О, посмотри-ка, Afterlife дождался Эмбер Спирита, но один, он его, конечно, не убьет. Слишком много хп. ТП, слушай, тП, тП, пришел еще и Герокоптер. Так, еще одного надо. Давайте пятером, ну, иначе не забрать. Ну, иначе, да, просто слишком мало стан. Угу, уходит. Герыч прогоняет. Все-таки, пока у Эмбера не будет миллиарда каких-то рапир, мне кажется, не пробить это все. Ну, пока ситуация не такая, чтобы рапиры покупать. Здесь, в первую очередь, хочется, наверное, МКБ приобрести Паша, я думаю. Да, эвэйжена нету, но может появиться. Я думаю, что Герокоптер следующим артом, если что-то и купит, то купит себе Баттерфляй. Кентабр на подсейве стоит. Хотя, в принципе, подсейв это просто его ультимейт, но он хочет не просто подсейвить, а может на развороте кого-то убить, если обнагляют и полезут на Герыча. Но не полезут, конечно, на Герыча. Может быть, он просто ждет Соло, который опять пойдет что-то сплитить. Хотя, Соло научный, горьким опытом, не будет. Чен, получил 16-ый, можно взять себе третьего большого крипа. Да, слушай, ну действительно, уже почти достигли своего какого-то предела. Максимум, блинка покупает тебе Баттерфляй еще больше. Будет запутывать Эмберспирита в плане своего местополождения. Будет куда-то там заходить в текстуры вообще, чтобы с максимальной дистанции поставить палку. Пусть так. Ну, делают упор, конечно же, безусловно, на свой ультимейт. И именно этим он будет силен в последующих файтах. Полетел Эмберспирит на топ, хочет немножко побить вышку. Герокоптер, ну, Герокоптер вот как раз-таки летит на тавр. Эмберспирит заходит дальше, делает тычку и в итоге уходит. Рефрешер покупает у нас Урион. Два хикса, два ультимейта, неплохо. На всякий случай подхиливает здесь Чен. Ну, подхиливает, наверное, больше своих крипов. Взял он второго Громозавра, не лучший выбор. Но ждет дракона. Просто другого не было. Хотя 1600 хп тоже неплохо. Можно вешать вот этот вот замечательный Френзи на Герокоптера, на ДК. Они там раздавать будут очень люто. Ну и что? Нужно по-хорошему всем вчетвером идти по одной линии, Герокоптеру по другой, и потом он степешится. Но, опять же, Тимспирит не торопится. Вообще никуда не спешат. Они настолько уверены, что они в лейте сильнее, что просто вот хладнокровно продолжают фармить. Все больше и больше слотов. Все фармят, фармят всех. Всех это, судя по всему, вообще устраивает. Глядит Паша. Ну, Паша понимает, чувствует свой герой, конечно. Никто его не поймает, нигде ему тесанку не сбить. Сейчас, мне кажется, эта ракета всю карту облетит по несколько раз, учитывая, как передвигается Эмберспирит. Так. Слышим и звук. Атана, Атана, Атана. И Рапиру покупает себе Паша, и сразу же к нему прилетает ракетка. Ну, я думаю, что они не видели, тем спирит, что Рапиру куплен у Паши. Ну, они должны догадываться, что вот он собирался в скором времени. Остается совсем немного времени. Решает Герокоптер, что не нужно реализовывать Аегис, ну и его команда. И я так понимаю, проще уже дождаться, когда эта Эгис выпадет, и взять себе бабочку плюс Муншард. Наверное, так. Я бы посмотрел Рапиру против Рапира. Сатаник к Айсбергу приходит. Раз уж такая игра, раз уж такая пьянка, раз уж 13.7 на 48-й минуте, а давайте по Рапире с каждой стороны. Вот тогда начнется веселуха, вот тогда будет весело смотреть за этой игрой. Да уж. Смотри, как интересно хочет сделать Айсберг. Он хочет купить себе Сатаник, даюзать сыр, передать Сатаник в драке, и поэтому Курьер сюда привел. А тем временем, выход в смоках. Может получиться. Есть Хекс на этот раз. Выходит в спину. Айсберг идет, но его не видно. Ой, сейчас как может быть опасно. В итоге... Ой, Каблак снова. Слайд Уфисшус не погиб. Снова он вылетает на Каблака. Дальше Автолайф и через Хекс пытается забрать. Бисфар ставит Автолайф. Нужно как-то спасти Автолайфа. Спасите кто-то, никто не может его спасти. Это минус Автолайф. Все, он из Слайвера. Через Кинкрип, правда, забрали. Солнцу тоже стреляют Саверну. И Маку тоже сбрили. Ну, тут Драконайт с Герокоптером, конечно, разобрались противника. Вот Эмбер Спирит. Не рапируй не отдавать. Ой, замерление проходит. Апстра. Кританты все провязал, но выживает. Ну, совсем не те цели выбрали. В итоге 3 в 2 размен. Конечно, Кентавр еще и ультимейт не нажал. Это большая удача для команды Вега. Если бы Кентавр нажал ультимейт, не факт, что его бы забрали. Драку выиграют в итоге у нас Тим Спирит. Герокоптер сейчас сможет себе купить все, что угодно. Сатаник как раз-таки берет ДК. К тому же отдали сыр. Я бы сыр Кентавру отдал. Ну, Герокоптеру нужно слот забирать. Кентавр делает все правильно. Он понял, что проблема в том, что он здесь не выжил. Так с того, что не хватило тупо ХП. С одного слайда писать. Ой-ой-ой, Эмбер Спирит забирает. Класса. Вот теперь он, конечно, силен. Теперь он с Бэйном Тэп на Тэп разговаривает легко. Гем не смог забрать. Но, да, это было бы, конечно, слишком круто. Гем очень важная профессия. Так вот, Кентавр не хватило ХП просто, чтобы встать из этого Хекса и потом нажать свои кнопки. И поэтому Тараска. Поэтому все, что даст тебе жизнь. Правильно. Может быть, даже БКБ. Ну, такое. Есть у нас старые травы ла уже Эмбер Спирит. Там Скади приобретает себе кто? Герокоптер. Герокоптер. Очень интересный выбор. Почему именно не бабочка, а Скади? Хочется отметить, что вот с Тараска, да, соглашусь. Просто если ты нажимаешь кнопку ультимейта, то фактически ты выживаешь. И если ты успеваешь ультимейт нажать, то ты и БКБ нажмешь. А как раз-таки если ты в Хексе, тебе поможет только Тараска. БКБ тебе слабо спасет. Так, ну, эту Тараску нужно прикупить. Че? Лайф-покатерек не особо хватает. Драганайд себе тоже обновляет тапочек. Покупает себе. Более мобильный, более быстрый тапок. А Паша-то? Паша. Паша на исходной позиции. Паша видит Рамзеса, Рамзес не видит Паша, Паша. 3-400 хп, серьезно. Серьез со спины просто пришел и как пачку крипов съел. Просто фистами убивает крипов. Да, Рамзес он в жизни не убьет. Слишком много хп. Интересный выбор Рамзеса. Именно все-таки понимает, что Эмбер Спирит дамажит больно, но основной дэмэдж все еще магический. Ну, это из-за разряда того, что, конечно же, ты с одного с Лайфа Фиста с учет таких статов не умрешь. Ты переживешь его и всегда сможешь нажать БКБ сатаник. Это отъестся. Поэтому, ну, дэмэджа вроде как более-менее хватает. Да, плюс у него еще там есть дэмэдж леры. Что-то план перехват на айсберга. Нет, не работает так. Поэтому в хп побольше. И, подожди, Сакар Трелик. И это у нас будет Абиссал Блэйд на гиролете. Вот так вот будем мешать проблемы. А что он выкинул? Что-то выкинул? Так, что-то он должен был выкинуть. Продать. Что-то он там выкинул. Что-то он там выкинул. Интересно. Так, сейчас подсказку. Ты пока... Смотри, дальше я пошел за подсказкой. Давай за подсказкой. Что-то я... Подожди, ну... Блин, у него же был самый нормальный айтем билд. С Энжиньяшу. С Энжиньяшу, ну точно. Он самый такой артефакт, который бюджетненький более-менее. По отношению к другим айтемам. Ну, здесь уже все-таки Эбисол дает не 100 дэмэджа, как раньше, но 70. Побольше, чем с Энжиньяшу. Ну и возможность кого-то там забашить, поддержать. Самое главное, конечно же. Ровно более-менее хватает. Но вот за дизейблить, после сбитой линки, например, Эмберспирит или наглого мага, просто поставить дизейбл. Это вот то, что нужно. Какая грязь. Вот это игра. Десят минут у нас уже четыре героя по шесть слотов имеет. Зевс еще подбирается только. Но Зевсу тяжеловато, да. Он... Все-таки маги, чистые маги в лейте им бывает тяжко. ХБшки их контрят. 3 600 хп у Кентавра. Самый толстый герой в доте. С огромной прибавкой. 2 800 дк. С кучей армора. 3 200 гирокоптер. 3 200. Не хватает все еще габлаку дракона, который просто не хочет появляться. Дракона бы, конечно, взял с удовольствием. Ну и что, чего ждут теперь? Еще ждут Рошана. Минута остается, как-то у нас быстро спавнится Рошана. Так, незаметно. Ну да, реально, незаметно это время. Вроде только он был. У нас просто, казалось бы, фрагов не делается. На самом деле, перемещение масса. Мы все наблюдаем за артефактами. Смотрим, как Эмберспирит шалит. Да, все фармят. Да и черт с ним, что киллов нет. Играт напряженная очень. Вы знаете, победитель этой карты, вот именно этой карты, такой напряженной, он получит такую моральную прибавку для себя и для своей команды, что в той карте будет просто намного проще. И вот обычно в таких напряженных играх проигрывать вообще нельзя. Ну, я бы все равно все-таки считаю, что Team Spirit пока что играют первым номером. Именно они решают не идти, а просто продолжать фармить. Вегата, может быть, и с удовольствием пошли куда-то, но у них вариантов нету. Эмберспирит вторую рапиру покупает. Так, пошло коллекционирование. Заходит у нас все время на автолайв. И Паша вернулся! Паша вернулся! Паша на блинке! Да, но его все равно бы не зацепили, потому что стан не пробьет линку. Но, тем не менее, Паша мог бы отдаться. Это сейчас просто у меня сердце схватилось от того, что сделал сейчас Паша. Это мог реально быть самый крутой закидон в доте. В истории. Один из, да. Я думаю, что Энви там не отдаст так просто пальму первенству. У него всякие там были штуки. Бейн погибает сверху, должен погибать. Леон ломает, пошел Хекс. Но ульт Кентавра доступен. Нау Ван, транскастер, рефрешер, еще один Хекс. Рамзес приходит, ПКБ, но таки забрали. Забрали Бейна, а вот сбить ТП Рамзес не может. Почему? Потому что Абислан не завязал. А почему Абислан не завязал? Он не видел. Он просто не видел в спрутах Фуриона. Кажется. Нет. Он, может быть, забыл? Ну, разве что. Потому что он мог просто МКБшкой или Башером сбить. В итоге забирают параллельно с этим Рошана. А Еггинс остается Кентавру. А тут Кинус Сир 3. То есть Абраки просто будут под Эльдер приходят. Конечно, уезжается Ультимейтер Флайк. Не знаю, даже. Просто пришел. Уезжается, конечно же, Клифф. Пайп. Чуть со стороны не решились. Ну, могли решиться со стороны. Тем временем, Эмбер Спирит свою рапирку просто, я так понимаю, оставил на фонтане на тот случай, если его убьют, чтобы взять новую себе. Вот так тоже работает. Байбэк взял рапирку и вернулся. Ну, единственный герой, которому в Тим Спирит не хватает артефактов, это, конечно, Бэйн. Потому что у Чена уже очень хороший закуп. Да, вот он как раз-таки забрал сыр. Кентавру отдали Айгис, потому что у Гирокоптера 6 слотов. Гиручу нужно по-хорошему взять себе Муншард. Ай, Эмбер Спирит. Вот стоял, 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 стоял этот крысюк, ждал и дождался, вылез и просто взял с него с барака. Красава, просто красава. Нету верхней стороны. Вот шутки шутками, а бараков-то здесь можно и не досчитаться, их никак не вернуть. И вот так вот парочка снесенных бараков с Нейчер Профитом, с Аганимом в наличии, может здесь игру зарешать. Да, теперь уже Эмспирит ничего не контролирует, как мы видим. Вы играете против Пуриона, вы теряете барак, все, это минус-торона. У вас голые бараки, это тоже будет минус-торона. А выйти и сбаться практически нереально. Что сейчас будет Тим Спирит, я даже вообще не понимаю. Надеяться только на то, что кто-то подставит. Кто-то там пойдет атаковать того же самого Бэйна, какой-то вольются в драку и так далее. Вот только на этот расчет. Но уже из базы выйти нереально сложно. Идут, пока что идут пятером. Так, унисай, Айсберг, Айсберг под бортом, видел здесь Соло. Сразу же на него ТП-шится кто-то, Соло получает стан, и это минус моментальный. Байбека нет. В этот момент Эмбер Спирит зачищает пачку, Кентавр не успевает его застанить, в последний момент уходит. Но все равно бы ушел, здесь слишком далеко был Драгон Найт. Однако можно сейчас попробовать подпушить одну из сторон. Уже устремился Эмбер Спирит, понимая, что дефицит будет слишком тяжело. Вот такой зател сейчас есть, буквально в секунду, наверное, 10, не больше, чем Спирит, пока не добрался до их базы. Крепы Чена пропушивают мид. Очень неплохо было бы Фуриону залететь, и просто с этой пачкой что-то сделать. Эмбер Спирит мог бы телепортироваться на Фуриона и как раз-таки зачистить пачку, но нет, они слишком испугались. В итоге возвращается Кентавр, возвращает его Чен своим тестом, и Кентавр в любой момент может оказаться в драке. И самое главное, у него все еще сохраняется опция поражать ультимейт. Крепы на базе. Оу, Хилл, приходит Афурион, Паша, Слайд оф Тист, без крита, правда, подбежал Чейнами. Залетают у нас и время Майф Шартс. Что дальше? Что мы будем делать дальше? Дальше Афтлайв пытается отбить крипов на топе, все еще, конечно, может прийти на голову к своему тиммейту куда-то прилететь. Подтягиваются крипы Чена с мид. Как раз-таки. Ну что, Тим Спирит, ну вот вы только-только подобрались к чужой базе, но это один ваш шанс, наверное, был выбраться из своей территории. Надо как-то этим пользоваться. Сейчас пойду, да, уже делает куда-то телепорт Эмбер Спирит, наверх, но там все еще Кентавр, и пропушить ничего не получается, хотя он убивает крипов, пытается пробежать, знают, что Эмбер Спирита нету, но вот сейчас он возвращается обратно. Ну он так будет бесконечно делать, конечно, надеяться на то, что Эмбер Спирита не будет в траке, нельзя. ТП-то теперь в кулдауне, и сейчас может Кентавр уже вернуться. Отправляют еще и Гирокоптера туда же. Боже мой, Гирокоптер сейчас пойдет по миду. И в любой момент они все еще могут сделать ТП. Гирокоптер может сделать ТП на любого героя, Кентавр может сделать Креппена Крепачена Большого. Огромное пачканье энтов сейчас идет по миду. Сейчас фарманет знатный гирыч. Да денег у него полно, вагон, столько же денег у всех практически кор-героев, они просто не знают, как их девать. Возвращается Гирокоптер, отпушил мид, и Кентавр тоже. Сейчас будет атак, судя по всему. Портификейшн есть. Ну, смотрим. Смотрим на байбеки, байбеки есть. Байбек, правда, не только у соло. Это вот очень непринятно. Да, что Паус хорошо прокастовал. Слайд-От-Ист, пожалуйста, практически. Или пока Громоящера. Ну, а без Громоящера не очень приятно. Теряют целую боевую ауру. Да, тут забавная статистика. Ну, тяжко, тяжко. Улетел Эмбер Спирит, нужно заставлять его возвращаться. Улетел, прилетел сразу. Улетел, прилетел. Снова дают чайны, ставят Десвард. Вообще, что это такое? Там Зес, Ульт, Кентавра, все пробегают. Через... Что это за Десвард был соло? Что это? 7 секунд кулдаун, соло. Думали, что закроют Рамзеса. В итоге оказалось, что Ульт, Кентавра, позволяет пробегать через препятствия. Внезапно думает Соло. Да, ну, один из важнейших ультимейтов Соло потратил просто в никуда. Соло, видимо, немножечко перегорячился. Боятся против Эмбер Спирита и заходить. Гирокоптер возвращается обратно. Его телепортировал Чен. Так, подождет отката к Сатаника. 30 секунд откат Ульты, Кентавра. Очень больно Рамзесу. Пол ХП потерял. А он ел, кмечет габлак. Дальше что? Ну, линии, окей, более-менее подпушены. По чуть-чуть, по капельке, по крапинке поднимаются. Тем Спирит, конечно, но это делать очень им тяжело. Ну, вот, довели игру такой статист. Ну, Аегис сейчас выпадет уже. Эмбер Спирит, конечно, он дает Слайд оф Фист, и тебе больно. Все, 10 секунд кулдаун. Как раз-таки Ульты Кентавра. Можно заходить. Кентавр запрыгивает первым. Пошли Фисты. Начинают бить. Кентавр заканчивается Аегис. И все. Неужели это и тут? Неужели вы идете? Пачка крипов, конечно, съедена. Опять-таки, по топу идет новая пачка крипов. Снова Айсберг уходит на топ. Кстати, уходит он на Травалах. И 40 секунд еще не сможет прийти к своей команде. Просто разбегает. Просто разбегает. Не знаю, мне кажется, все-таки бабочку стоит подумать к Гирокоптеру. Она даст ему побольше армора, чем Скаде. Самое главное, Миссы. Просто Эмбер его слишком жестко пробивает. И при том, что магии его особо и... Ну, как-то Зевс далеко стоит. Аккуратненько откидывается. Все-таки криты с рапирой пожестче, чем Молния Зевса. Да, Паша взял себе вторую рапиру. Что он там выложил? Блинг выложил. Ну да, наверное, стоя на базе, тебе блинг не очень нужен. Ну, это элементарно. Ты играешь от дефа, пока ты просто ешь с Light of Fist на максимальной дистанции. Поэтому диарапируют. Ну что, час у нас уже идет эта встреча. Да, не могут зайти. Вот никак просто не могут зайти против этого супермобильного Эмбера. Не хватает против него контроля. И вега просто аккуратненько отбиваются терпеливо. При этом сами предпринимают контр-вылазки такие. Игра вот такая, она может дотянуться на самом деле еще и на минут 20-30, того и 40. Потому что здесь нет никакого прогресса. Прогресса нет ни с той, ни с другой стороны. Потому что ничего не добивает Team Spirit. В своих начинаниях вега с Патрон просто отпушивают. Не играет первый номер. Тут Паша чуть не потерял. Там что-то выкладывал. И мог просто-напросто флай его отобрать. Линку сбил, не успел. Не успел. Травола сразу же наглую флайу, которые отменяются. И надо флайу уходить. Паша среагировал. Еще бы доли секунды. Но вот Бэйн собирает себе БКБ. Не хватает какого-то хекса. И через инфибл сбиваешь линку, даешь хекс. Потом как раз-таки используешь финсгрип. Это было бы здорово. Но у Бэйна очень маленький нетворс. Смог. Смог, смог, смог. Пошли, ребята, из вега с квадрон. По миду. Там у нас есть Рамзес. Рамзес, конечно, отпушил пачку крипов. Пытается свалить. Будет его преследовать. Будет его преследовать. Но Ван за ним идет дальше до конца соло. И не знают. Уже не знают. Уже туман войны. Уже нет, ну как уже. Вообще нет фардов на территории противника. Просто наобум идут, ребята, из вега с квадрона. Потому что надоело сидеть на байсе. Просто чисто по-человечески надо сделать. Сейчас ситуация может быть опасная. Чена в драке нету. Летит курьер. Айсберг, айсберг. Успеет ли что-то сделать? БКБ сразу же форму. Ставится палка. Соло. Много хп теряет соло. Его просто убивает айсберг. Прямо под БКБ. Но Вана проблемы. Залетает слоу-даун. Как страдают вега с квадроны. Гирокоптер считает расстреливающих с флэга. Минус три, минус четыре. Лучше бы. Лучше бы, ребятки, сидели на своей базе. И было бы все хорошо. Куда ж вы полезли-то, а? Куда ж вы на этого драконайфа-то-то, ну? Да, успел нажать БКБ. Это решило абсолютно все. Ну и Гирокоптер наконец-то смог раздать свой дэмэдж в драке. Немножко это напоминает вчерашнюю игру, как раз-таки, которую Вега выиграли против ЛЦ. Когда ЛЦ сами вышли в пятером, зачем-то на них напали. Но на самом деле Вега делали все логично. Они всю игру так делали, вот эти выходы, и всю игру у них получалось. В этот раз не получилось. Тратят байбеки, и сейчас Тим Спирит заходит. Это было очень рискованно. Сейчас вынужден тратить байбеки. Сейчас они остались без части денег. Тим Спирит, конечно, ну, прямо сейчас не добьются, я думаю, определенного успеха, потому что снести будет по-прежнему сложно. Рапира-то одной нету, он уже не будет так больно дамажем. Где рапира? Рапира у Гирокоптера. И параки падают. Есть глиф. Но... Вейн взял травела. Гирокоптеровские. Пусть так. Пусть так. Все байбеки есть. Все байбеки есть. И Тим Спирит, возможно, будут ждать, когда Вегу еще один такой подарок преподнесут. От этого. Ох, Вега, ох, Вега, держались ведь. 60 минут терпели, час, и вот есть что-то такое в СНГ-доте, которое позволяет... Нет, говорите, просто вынуждает идти вперед на поиски противника. Ну, сложная у Веги ситуация, все-таки Спирита в пик такой, что вот одна ошибка. Пока Вега все делают идеально, Спириты не могут закончить. Но одна ошибка, и Спириты разваливаются, как мешки с мукой, я не знаю, там, просто в секунду. Ошибаться сейчас нельзя. Лоту-сорб прилетает к облаку, это правильно. Я думаю, все всякие нужно будет диспелить. То есть, если Бранзас вылетел, просто нажав флэг, он бы все равно сделал этот ультеркил. Ну что, ну, слишком просто это, расстрелять вот эти неподвижные цели. Проблема в том, что, ну, попробуй их зафиксируй на месте. А когда противник тебе приходит прямо в руки, это становится все намного проще. Все, лоту-сорб, теперь гирокоптер можно уже и не хексить. Ну, точнее, нужно его хексить, но Чен хороший выбор артефактов делает. У Бейна готова БКБ, посмотри на Бейна вообще, у него там МКБ ему выложил, Рамзес. Не нужно здесь МКБ, потому что нету абсолютно никакого эвейжена. Ну, не так сильно нужно. И травела здесь понужнее, как раз гироч. Что такое МКБ? Это дэмэдж, дэмэдж с руки, а рапира, соответственно, дает больше. Если нету воротов противника, вам рапира будет, ну, просто, круче. Там в пять раз она практически круче. Дабл-дэмэдж подбирает гирокоптер, 700 урона с руки. Рошан упадет очень быстро. Кентавр заберет Аегис. Кентавр покупает Хекс, Умница, Афтерлайф. Это тот выбор, которого как раз таки не хватало. Ну, кстати говоря, вот по поводу Эмбер Спирита, они пытались несколько раз его схватить. Не получалось. Почему? Потому что есть анимация каста Хекс. Если их несколько, кастуется Инстантом. Раз Хекс, две, второй Хекс. Современно нажимаете, ну, практически там сравится. Смотри, какое решение. БКБ решил выложить. Учитывая, что магия ему пока что... Ну, не то, чтобы не так страшно, но Эмбер Спирит его раз за разом отгоняет именно фестами. Оставил пока что Аегис. Потом еще БКБ ему кто-то по-любому вернет. Габлак. Габлак. Габлак с БКБ. Бэйн с его МКБ. Раздал артефакты. Соскают слуги, да, вот так вот ему эти айтемы. Как-то надо будет ему давать внутрь. Паша в прежнем занимается своими вот этими вещами, которыми он занимался на протяжении часа. Он просто идет за спину и отбивает пачку крипов. И таким вот образом он сплитит. Ну, просто выигрывает время. Ба, Егис пропал. Вообще, конечно, сейчас Вега не фармят абсолютно ничего. Боже, графики. Эти графики, это кошмар. Одна драка. Одна драка из нуля в минус 25. Ну, я так скажу, что это даже... Ну, на такой минуте эти 25. Ну, посмотри, там у всех так много слотов. Во многом эти 25 из-за рапира. То есть, если мы посмотрим даже заработанное золото, то там на 10 золота меньше. Это да. То есть, ну, тут, конечно же, самый важный аспект на 65-й минуте в этом губерлете, это наличие байбеков. И мы понимаем, что байбеков у Вега с патром нет. Одна ошибка. Кто-то подставляется. Кто-то неправильно занял позиционку. Чит-5 байбеков они потратили. Это в таверну на просто огромное количество времени, в котором он сплал. Ну что ж, смотрим Team Spirit. Прочти все линии смогли отпушить. Только теперь по нижней идет Паша, и там Тир-2 стоит, кстати говоря, до сих пор. Айсберг сносит Тир-2 на Тоши, которая так же стоит, как неудивительно. Тавр готов делать ТП и готов драться. Есть у него кекс, очень нужный. Ему бы рефрешер, чтобы два ульта, два кекса. Кстати, очень сильная штука, два ульта кентавра. Не знаю, как вообще против этого играть будут, если драка начнется. Так, ну и Рамзес. Пробивают его, да, используют Сатаник, Маледикт. Под Маледикт он еще Слайк-тофис. Чё ж больно-то так, чё ж так больно-то. Слайк-тофис, ну очень больно без БКБ. Еще Слайк-тофис, полторы тысячи. Сейчас есть Маледикт, крок. Еще ультимейт Зерсаж. Так, дайте мне мое БКБ, мне не нравится. Сейчас Габлак перекладывать будет. Габлак. А, уже у него Габлака. Что вернули? Вернули сыр. Сыр теперь. Одиннадцать тысячный творчество. Сыр выложил. БКБ взял, МКБ сыр в Курьере, все понятно. Там смотришь, что делал Пенкер. Паша ломает бараки, да, но возвращается на базу. Надо, надо возвращаться. Слайк-тофис надо давать, потому что там голые бараки. Еще есть Глиф. Эмбер-спирит, снова Слайк-тофис. Айк-тофис прожимает форму. Пытались подцепить, не получилось. Ставится Дэсвар, Дэсвар, который так сильно бьет. БКБ, Аганим. Билли, Солучу его ультимейт. Ну и Сидж-профис просто погиб от Геррокоптера, который там слайка расстреливает. Минус также тускар, минус соло, минус три. Осталось два героя, три героя без майбека, соответственно. И ломается вся база. Паша в слипе. Паша с Биллингом. Паша, Паша, умирать нельзя. Паша получает стас. Паша больно. Паша, Паша, Саверну, минус четыре. Без майбеков. И Team Spirit выигрывает эту карту. Да, вот это игра, конечно. Но Team Spirit красавцы. Терпение у них явно побольше, чем у Веги. Несмотря на то, что ситуация была поспокойнее. Но они вот фармили всю игру. Были уверены в том, что они сильнее в лейте. И да, они сильнее в лейте. Они нажали все свои кнопки правильно. Честно говоря, я вообще там... Я бы посмотрел в замедленном повторе, сколько демеджа нанесено было после того, как кентавр руль свою нажал. Там, по-моему, ничего не смогли сделать. Ну и плюс хороший такой набор героев получился. И в начале сильные были, и в конце сильный. И вот этот кентавр. Бэйн, опять же, который, несмотря на свои артефакты, довольно-таки слабенькие, пробивает БКБ все-таки своим ультимейтом. Да.